здравствуйте друзья вы видите капли дождя у меня на стекле ну и я думаю вам кроме капель еще там что-то видно а вот эти струйки тоже пошли вдруг стало видно вот прямо у нас на глазах это все начинается и раскручивается капельки дождя небо такое штормовое и я вот так уже дать и в таком медийном ключе думаю как вот может быть подана информация о дожде в калифорнии знаете с одной стороны все время подается информация же калифорния она от засухи погибает что в общем то как бы есть там огонь под этим дымком то есть воды воды маловато да тогда надо бы побольше но с другой стороны уже не так чтобы что загнуться и погибания конечно особого нет но вот теперь получается дождь пошел и по правилам медийным мы должны были бы сказать что дождь этот уже никогда не остановится будет потоп и все нафиг затопит не знаю может какие-то другие правила есть может быть можно сказать что так про пойдет там два часа и закончится и не спасет это тоже интересная подача я вспоминаю был такой анекдот как сидят на заваленке два мужика это вот эти серии русский характер сидят на заваленке два мужика и смотрю там в стороне такая узкоколейка и на ней паровозик такой кукушечка стоит и там он чуть но не идет никуда просто стоит и стоит ну и мужики там свои цигарки значит смолят один так подтягивать затяжку делает и горит дарит этот уже никогда никуда не поедет 2 тоже цигарку затягивается говорит да это точно и вот паровозик он так чуть 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 и пошел эти так не спеша так и пошел и пошел и пошел и первый затягивается и говорит да теперь уже вообще не остановишь никогда 2 будет это точно вот так что вот и мы с нашим дождем такие сегодня пятница дождик был как бы в прогнозе давно уже последние пару недель наверное и говорят что и завтра будет поэтому у нас такой вопрос вот мы со светланы обсуждали ехать на дачу не ехать на дачу вроде как под дождем хотя там под дождем очень классно в том смысле что дышится потрясающе и как-то ты вроде не дома по-другому отдыхается но тот тонкость в том что надо тогда под дождем ехать по горной дороге такой извилистый ночью да потому что это в темноте уже будет это как бы такой повышенный риск вроде ну не знаю мы разберемся посмотрим как дела пойдут вот конец недели это всегда интересно потому что пятницу нагрузка меньше с точки зрения всяких appointment of резюме которые делаются еще чет в пятницу у нас например всегда кто-нибудь что-то вкусненькое приносит софия может чего-нибудь как она это называет шмыргануть шмыргануть это очень универсальный глагол который можно понимать как отчебучить зафигачить забабахать то есть это все идет по категории шмыргануть вот поэтому вот софия может чем такой одесская шмыргануть с сахаром жиром и холестеролом но это как бы для вкуса понятно мы все с вами люди взрослые все понимаем чего вкусно там вот студенты всякие торты приносит но они как бы и в будни тоже приносит но почему-то в пятницу этого больше сразу может несколько оказаться сколько не говоришь ребята фрукты несите все равно норовят вот бутылку и торт вот бутылки мы но иногда и сами конечно можем в принципе бутылки мы потом отдаем менеджерам которые берут студентов на практику так вот подношение такие делаем ну не выкидывать же алкоголь то же добро пропадать не должно а у нас коллектив женский сколько они там могут так что такая вот история посмотрим посмотрим какая сегодня будет пятница я попробую начать немножко снимать ребят которые у нас в новом классе они так уже вроде освоились первый ужас у них так вроде начинает проходить но у них очень интересно устроено расписание значит мы решили что один день в неделю у них будет выходной это будет среда в основном среда хотя это плавающие выходной выходной не значит что они отдыхают а это значит что день самоподготовки потому что когда люди пять дней занимаются по пять часов у них просто нет сил и возможности чем-то еще заниматься и там подготовиться там потренироваться надо поэтому один день у них будет свободный но не на этой неделе на этой неделе поскольку мы начали во вторник да во вторник начался курс то есть мы считаем что понедельник у них был днем самоподготовки или просто выходной а вот уже за следующей неделе среда будет Таким днем, когда они должны подтягивать все хвосты за неделю И пахать может быть даже больше, чем в обычный день Так вот, значит, первый день Это вводный урок Вводный урок всегда я сам веду Потому что я должен рассказать про историю школы немножко Потому что в истории школы, как она возникла И как она развивалась Отражается сегодняшний день очень хорошо Потому что в принципиальном плане ничего не изменилось Вот ничего А что такое ничего? Ничего это та роль, которую играет тестирование программного обеспечения В решении вопроса смены профессии Career change Когда тебе 20 лет, у тебя весь мир перед тобой Никакой специфики в этом тестировании нет Но когда тебе там 35 или там 45 А ты хочешь что-то в жизни поменять То в программисты как бы сложно Ну один человек там на 50 может быть сможет, а так нет Там и так далее А вот тут можно Поэтому вот некоторая уникальность профессии Поэтому мы так начинаем с того, что из истории Такой разговорчик Вот, и я как сама эта живая история Я и рассказываю Потом мы основные понятия тестирования То есть моя задача показать, что за профессия Что мы изучаем Как построен процесс И так далее Это такое чисто вводное занятие Даже и компьютер толком не нужен Все, что нужно, это смотреть на экран там Моего компьютера, который на стенку выводится И так далее Значит Второй день Они изучали И приходит другой педагог У нас есть такая Марина Голдберг Марина Профессиональный человек В области бизнес интеллигенс Она вообще-то на пенсии Но не может дома сидеть Она очень энергичная, деловая Вот И мы как бы для нее отдушина Она три раза в неделю Ну и надо два, и надо три Она говорит, я больше трех недель не могу Но она вот у нас Как бы довольно много часов ведет На самом деле Я очень рад И вот Марина у них Начала там тестирование То есть они на самом деле Уже в течение пяти часов Там с десяти до трех В течение этих пяти часов Они гораздо глубже и подробнее Пошли разбирать То, о чем я только так Пропедевтически Не бойтесь этого слова Пропедевтически я так намекну А там уже Марина с ними пошла вглубь Но это уже второй педагог Да, два дня, два педагога Третий день был вчера Это был четверг И там у нас есть Оля Кнаур И Оля Она вообще-то профессиональный Программист по базам данных И в какой-то момент Когда ей было там Может быть Сорок с копеечкой Она сказала, что надо Уходить на что-то Менее такое стрессовое Как раз тут ей повезло Там она под сокращение попала Вот и Ее прислали к нам учиться на тестера Это было там лет Я не знаю Семь-восемь назад Десять уже не помню Ну в общем И вот так Она переключилась на тестирование А потом уже к нам попал И она преподавала Вот она вела В частности У них HTML Вообще Когда Оля ведет Сиквел Это просто как В храме Науки Ты себя чувствуешь Это что-то бесподобное Но она очень здорово вообще ведет У нее настолько структурированное Изложение Что абсолютно все ее понимают То есть как-то Как-то она умеет Это талант Не то, что Она не брала курсы по преподаванию Ну вот как-то вот Там богом дано Человек И Она HTML Докладывала А вообще Вот этот модуль Технологический Он включает HTML JavaScript SQL Сетевые протоколы Виртуальные машины XML Там По чуть-чуть Ну Как бы такой Оливье такой Значит Технологический Значит Это было Три дня И три человека Сегодня Будет четвертый день И четвертый человек К ним придет Это будет Жанна Жанна Вы видели ее у нас На На канале Несколько раз Вот последний сюжет был Там где мы Про доброе утро Вот и Жанна рассказывала Как она выходной провела Значит Жанна У нас училась Она вообще из Киева Сама То есть первые трое были московских Там Значит Я Марина И Оля Значит Вот Жанна у нас Из Киева И Она у нас училась В 96-м году Представляете Вот И Была к ее директором Последние годы Там В какой-то Компании Потом Там было сокращение И мы ее Переманили К нам Вот Так что Она очень здорово Понимает все И у нее Очень-очень большой опыт Я думаю, что Из нас Из всех Ее опыт Тестирования Наверное Самый Серьезный И на всех уровнях То есть Она и просто Тестировала И она Пишет на разных языках Она Вообще Много чего умеет И плюс Начальником Там была Большим Так что И вот Она начинает С ними проект Проект На вебе Проект Этот Я по-моему Как-то упоминал Это такой Веб-сайт Куда вы можете Прийти И там Петиции Заполнять Там как бы Два модуля Там один модуль Это просто Само Заполнение Петиции И подписи Собирание подписей Петициями А второй компонент Это Ну такая Социальная сеть К этому делу Где люди обсуждают Петиции Проблемы Там Вопросы Ну что людей волнует О чем петиции Экология Там Защита животных Я не знаю Человека бы кто защитил Ну В общем Вот все что Хотите Вот там петиции И Вот этот проект У нас будет И Прелесть этого в том Что Насколько я понимаю У нас У нас будет доступ К каким-то таким Внутренним серверам К чему-то такому К чему снаружи Нет Нет доступа Поэтому Да Поэтому Ребята смогут Увидеть на проекте Больше чем Там Если вы просто Захотите Потренироваться Там на Amazon.com Да Там какой-то Тоже можно Много чего сделать Но Когда ты видишь Что вот есть Там Development server Там QA server Production server Там как-то Как это все Происходит изнутри Там Релизы приходят И так далее Это Создает Более объемную Что ли Картинку Хотя в принципе Попав на практику В компанию Они все это хорошо Видят И в этом смысл Практики Чтобы от теории Как бы Переключиться Уже вот на Конкретно Чего Происходит в жизни И чем жизнь Отличается от теории Вот Сегодня будет Четвертый день И четвертый Педагог На их голову Ну Посмотрим Я не знаю Мне кажется Что конечно Это им должно Ну не то что Стрессово быть Но Так как-то Сложнее привыкнуть Когда один человек И он там Первый день Второй день Третий Ты к нему Там привыкаешь И все А тут Один Второй Третий Четвертый Там По-разному Мне кажется Немножко должно быть Такого сумбура Дополнительного Но это неплохо Сумбур Это такая вещь Если его сначала не создать То тогда дальше Ничего не прояснится И как мудро Сказал Надо записать Вот Вообще Это правило Успешного бизнеса То есть Успешный бизнес Не делается По такому плану Где все до микрона А вот там Сначала создается Такое месиво Вот мне нравится Английское слово Месс Да Очень похоже На вот Как мы говорим Месси Месс Создаются месс А потом Из этого месс Что-то такое Вдруг начинает Вырисовываться Да Вот и земля Что же так И галактика Наша Да Так Из какого-то Вот облака А потом Так потихонечку Ну так рассказывают Я не знаю Я не присутствовал Я маленький Тару И вот значит Оно все Так раз Раз И потом Оказались планеты Там звезды Еще что-то Вот так же И наш учебный Процесс Построен Бросаешь На глубокое место А потом Народ потихонечку Выплывает Место не такое Глубокое Во-первых Во-вторых Там стоят Педагоги С очком Там все это Вытаскивают Если кто-то Тонуть начинает В общем-то Не опасно Ну что же Я приехал На место работы Пока Разговорами Занимал Развлекал И вроде И сам Так С утра Разрядился Пойду Кофейку Какую-нибудь Выпью Так что Счастливо Друзья И до Следующих Встреч Продолжение следует